Издательство Бомбора. Океан книг. Мишель Адул. О чем это болит? Как мы создаем и исцеляем свои болезни? Предисловие. По мнению западной медицины, каждая наследственная предрасположенность обусловливает определенное заболевание. Такая предрасположенность может быть врожденной, гены HLA, или приобретенной, хромосомная мутация. В традициях Востока болезнь говорит о препятствии, возникшем на пути жизни. Таким образом, сознание посредством порождающих болезнь энергетических нарушений сообщает о преградах, мешающих своему полному расцвету. Эти два подхода не являются абсолютно несовместимыми. Например, известно, что у мышей спровоцированные стрессовые состояния могут порождаться хромосомными изменениями. Вот почему, обладая абсолютно одинаковой наследственной предрасположенностью, один человек заболеет, а другой останется в добром здравии. Чтобы не пускаться в сложные и рискованные генетические манипуляции, проще, логичнее и дешевле, во времена бюджетных ограничений, понять психоэнергетические механизмы, лежащие в основе заболевания, чтобы снова обрести здоровье. В этом смысле книга Мишеля Адуля представляет собой идеальное учебное пособие для тех, кто подбирает ключи к расшифровке языка тела. Слушая ее, мы научимся относиться к болезни не как к случайности или року, а как к посланию нашего сознания, нашего внутреннего существа, нашего внутреннего наставника. Возможно, за тем или иным недугом мы сможем увидеть созидательную болезнь, если понимать ее как средство для движения вперед по пути нашего развития. С ясностью и простотой, раскрывая перед нами психоэнергетические механизмы, управляющие устройством макрокосма и микрокосма, согласно даоссскому подходу, автор подводит нас к раскрытию смысла заболевания в зависимости от локализации симптома. Он преподносит нам плоды своего опыта, касающегося щекотливой проблемы латеральности симптомов. Эта тема долгое время вызывала у меня много вопросов, которые редко обсуждаются или в которые вносят путаницу противоречивые выводы. Ответ, который я нашел в этой книге, прояснил мне как пациенту идею переживания болезни. Он представляется мне тем более справедливым, что не противоречит представлениям западных традиций, как это доказала, например, Анник де Сузенель, французская писательница, автор многочисленных книг духовного содержания, раскрывающих истину эзотерических знаний. Несмотря ни на что, такой подход имеет свою цену, так как нам приходится дорого платить за стремление становиться сильнее, обрести ответственность и свободу. Именно благодаря такой цене жизнь приобретает подлинный смысл. Но для этого мы должны отказаться от желания укрываться за всемогущим образом врача, спасителя-исцелителя. Эта книга может оказаться полезной и для врачей, желающих расширить рамки своего сознания за пределы простого механистического подхода к пациенту, чтобы направлять каждого человека в процессе понимания и осуществления своего пути. Поскольку главная цель 21-го столетия заключается в примирении противоположностей, то мы можем мечтать о том дне, когда аллопатическая или классическая медицина, гомеопатия, акупунктура, психосоматический подход и восточная медицина, или, по крайней мере, ее глубинные философские принципы, будут сосуществовать в гармонии. Доктор Тьери Мединский, врач-гомеопат и психосоматолог, соавтор книги «Психоанализ и мировой порядок». Предупреждение. Все примеры, приведенные в этой книге, являются абсолютно подлинными. Но из желания сохранить анонимность люди названы только по именам, которые были указаны ими самими. Всякое сходство с кем бы то ни было, имеющим такое же имя или пережившим такую же ситуацию, несомненно, является признаком того, что написанное в книге верно. Но речь ни в коем случае не идет о том же самом человеке. «Ни один человек не в силах открыть вам чего-то сокровенного, кроме того, что уже покоится в полусонном состоянии в истоках вашего сознания». Халиль Джибран, ливанский и американский философ, художник, поэт и писатель. Введение. «Мы живем в современную эпоху», – говорил один радиоведущий в 70-х годах XX века. «Мы переживаем эпоху, когда средства коммуникации стали как никогда развитыми, мощными и эффективными. Образ современного человека – это образ динамичного работника с городскими и мобильными телефонами на столе, со смартфонами, планшетами и компьютером, дающими ему возможность общаться со всем миром и в любой момент времени. Между тем, эта картина далеко не идиллическая. Такое общение в действительности слишком часто опустошает и поддерживает лишь иллюзию о самом себе. Все эти гаджеты, в сущности, служат лишь протезами, костылями, компенсирующими нашу неспособность сосуществовать и общаться по-настоящему.